Любители спорта надолго запомнят 58-й день города. Все благодаря событию, которое прошло в Ледовом дворце. Матч-регенд советского хоккея против сборной главы Одинцовского района привлек сюда десятки человек. Собираться все эти люди стали с самого утра. Легендарные хоккеисты, завоевавшие десятки наград для нашей страны, сегодня работают в клубах континентальной хоккейной лиги. Все они ждали от матча многого. Праздничная. Ну а что с сегодняшний матч? Я думаю, зрители получат удовольствие. Перед матчем все желающие могли получить автограф от спортсменов. Одинцовцы и гости города приходили целыми семьями. Максиму 14 лет и он уже болеет хоккеем, как и его отец. Я вообще просто поклонник хоккея. Очень люблю с детства эту игру. Постоянно езди на матчи. Ну, езди в Москву, в ЦСКА. Поэтому да, ну как бы хотелось получить автограф Буре. В детстве связано с ним, как бы, смотрел хоккей именно Павел Буре. Средил. А с сыном пришли, правильно? А как сын зовут? Сколько лет? Ярослав, 6 лет. Всего через несколько минут на этот лед Одинцовского ледового дворца выйдут звезды советского хоккея. Что покажет матч, мы узнаем лишь через несколько часов. Однако сейчас ажиотаж на трибунах таков, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ажиотаж оказался настолько большим, что арена не вместила всех желающих. Но, несмотря на неудобства, люди не уходили, размещались в проходах между рядами. Матч посетила министр здравоохранения Московской области Нина Суслонова. Она поздравила горожан с праздником и отметила большую роль Одинцова для всего района. Ожидания зрителей разделяли и спортивные эксперты, работавшие на матче. Я хочу, чтобы сыграли 9-9. Мне кажется, что когда много шайб заброшенных на любой вкус, и когда боевая ничья между такими командами, это всегда здорово. Поэтому, конечно, в день города это очень большой праздник жителей, гостей и друзей Одинцова и Одинцовского района праздником. Вскоре после первого касания шайбы со льдом стало ясно, что поддаваться никто не собирается. Высокие скорости и силовые приемы, непростые тактики игроки полностью оправдали ожидания зрителей. Команды быстро обменялись забитыми шайбами. По стечению первых 20 минут легенды вели с минимальным преимуществом 2-1. Оба капитана присмотрелись к противнику и задумались о тактических изменениях. Мне кажется, что праздник удался, вы видите, сколько пришло любителей спорта, полный стадион. Все получают удовольствие, достаточно интересная, быстрая игра. Мы сейчас как раз собирались обсудить определенную тактику, изменить систему защиты, усилить двойки защитников, которые будут меняться более часто. Мы теперь понимаем, как сформированы звенья у команды легенд, усилия, конечно, акценты у них на первую пятерку, соответственно, мы будем смещать свой акцент на вторую. Второй период стал звездной 20-минуткой тройки Каменский-Жамнов-Буре. Легенды хоккея реализовывали один голевой момент за другим. В составе Одинцовцев отличился капитан Андрей Иванов. Однако решающий период лишь укрепил преимущество гостей. 8-3 в пользу легенд хоккея. Святослав Савенков, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...